МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Вооружено и очень опасно". Это о ревности. Беспочерные слухи, бурная фантазия, чувство собственничества, дефицит внимания и закомплексованность одного из партнеров порождает сильнейшее эмоциональное состояние, не имеющее никакого отношения к любви. Так утверждают специалисты. К чему может привести этот опасный психологический недуг? Поговорим об этом в программе «Такая жизнь». Он такой мне близкий человек был, любимый. Я им так дорожила, он для меня был матрицей, что сказать. В квартиру соперницы 45-летнюю сотрудницу органов внутренних дел привел не профессиональный долг, а жгучая ревность. И еще болезненное любопытство. Как складывается жизнь ее еще некогда самого близкого и родного человека. Разведенной женщине хотелось знать все. Какие подарки ее бывшей дарит своей новой возлюбленной. Как они решают так называемый бытовой вопрос. Дверь открыла дочь новой жены, мужа от первого брака, школьница средних лет. Визитерша продемонстрировала ей полицейское удостоверение и заявила, что в помещении необходим осмотр. Вплоть до содержимого холодильника и гардероба. Она была действующим сотрудником полиции, а именно участкового полномочия города Нижнего Тагила. Оттолкнула девочку, прошла внутрь, с использованием своего сотового телефона сфотографировала обстановку в квартире, взяла у девочки дневник, где были указаны ее данные и данные ее матери с контактными телефонами. Сфотографировала непосредственно данные анкетные, чтобы в последующем иметь возможность связываться с ее матерью. Наталья пояснила, что после 16 лет счастливой совместной жизни она узнала, что ее муж якобы имеет фактически вторую семью – женщину и ребенка. Его решение о разводе стало для ревнивицы как гром среди ясного неба. Пришла молить о примирении, а в результате превратилась в преступницу. Сейчас бывшая сотрудница органов внутренних дел обвиняется в незаконном проникновении в жилище, совершенного против воли проживающих в нем лиц, с применением насилия и использованием своего служебного положения. Максимальное наказание, которое за это грозит – до трех лет лишения свободы. Какая цель все-таки? Просто поговорить, выяснить. Все точки надо и расставить, и узнать, что все-таки произошло в нашей семье между нами. Суба так распорядилась. Ну, так. Сейчас будем бороться. Дальше я уже, конечно, устала. Размотана. Размотана – это не чужой человек, это близкий, мой дорогой, любимый мне человек. Ревность довела женщину до скамей подсудимых. Но ничего страшного, по большому счету, не произошло. В отличие от трагедии в одном из мотовилихинских общежитий. Причина – предполагаемый адюльтер между соседями двух этих квартир. Жилец одной из них расправился с предполагаемым любовником своей жены, когда узнал о возможной измене. Самое страшное, что ревнивец сделал невольным соучастником преступления своего малолетнего сына. Вечером, уходя на работу, поручил школьнику следить, чтобы мать не отлучалась из дому. Ребенок воспринял задание как игру и засел в засаде. А когда женщина вернулась из гостей на веселе, да еще практически без одежды, запечатлел ее на камеру мобильного телефона. Сообщил о произошедшем своему отцу. Отец, вернувшись с работы, приревновал свою супругу и, соответственно, подверг уже после этого избиению погибшего, причинив тяжкие травмы, вследствие которых и наступила смерть потерпевшего. К счастью, свою жену отелла Матавилихинского разлива пощадил. Не оставил сиротой ребенка. Чего не скажешь о кровавом событии, произошедшем незадолго до Нового года. Хозяйку одного из пермских ресторанов из ревности зарезал гражданский муж. Затем нанес и себе смертельную травму. Бывший шахтер из верхней камни и владельца собственного бизнеса прожили в Перми несколько лет. По словам свидетелей, мужчина практически не работал и периодически закатывал свои хорошо обеспеченные, благоверные, безобразные сцены. Так случилось и в ту роковую ночь. Ревность, соединенная с алкоголем, обоих отправила на тот свет. Мужчина взял нож, нанес ножевые ранения своей сожительнице. При этом в доме находилась дочка вот этой вот женщины, уже взрослый человек. И после причинения ножевых ранений вот своей сожительнице он нанес ножевые ранения себе. Потерпевшая скончалась на месте, но ее супруга полицейские застали еще живым. И прежде чем уйти в мир иной, ревнивец во всех деталях успел рассказать о случившемся. Слова мужчины подтвердила и убитая горем непосредственная свидетельница преступления, дочь жертвы. Уголовное дело по статье убийства пришлось закрыть в связи со смертью виновника преступления. К слову, как затем выяснилось, повода для ревности на самом деле никакого не было. Как, впрочем, и в другой, на первый взгляд, вроде бы вполне дружной, чудолюбивой семье. Эта трагедия разыгралась, когда родители с детьми большой компанией отмечали майские праздники возле своих гаражей. В какой-то момент количество выпитого дало о себе знать. Глава семейства в один прекрасный момент, глядя на свою жену и на соседа по гаражу, видимо, оценил поведение жены как слишком легкомысленное. Ну и сходил в свой гараж, взял лопату, вернулся и стал лопатой наносить многочисленные удары своей жене, значит, соседу по гаражу. Тут же на соседнем диване спали дети, они проснулись. Ревнивец сам вызвал полицию. Потерпевший, сосед по гаражу, позже скончался на операционном столе. Мать семейства получила тяжелейшие травмы. Любители выяснять отношения с помощью огородного инвентаря ждет суд за убийство и нанесение тяжких телесных повреждений. Ну и где тут место возвышенным чувствам? Принято считать, что если один из партнеров не доверяет другому, значит, он не уверен в себе. А неуверенность, как утверждают психологи, это часть психологической незрелости. Проще говоря, ревновать может лишь человек, который так и не повзрослел до конца. Потому что для него потеря жены, мужа, она столь же опасна и столь же ужасна, как потеря ребенком своей матери. Поэтому он из всей сил начинает контролировать, влезать в телефоны, в переписки, заглядывать в нижнее белье, в шкафы, ходить на работу, подсматривать за происходящими там, не знаю, корпоративами. Специалисты уверены, где начинается ревность, там заканчивается любовь. А начинается либо болезненная зависимость, не имеющая ничего общего с большим светлым чувством, либо разочарование и желание поскорее расстаться. Ведь семейное счастье держится на уважении и доверии друг другу без вариантов. Когда у относительно здоровой личности появляется ревность, то это часто является неким интуитивным знаком того, что ты хочешь от этого партнера избавиться. У нездоровых личностей предвестником расставания это не является. Они до последнего будут держаться, до последнего будут контролировать, до последнего нападать. Самое страшное, когда ревность сопряжена с состоянием алкогольного опьянения. В такой момент человеку кажется то, чего нет. Из-за какого-то невинного флирта подвыпивший партнер подозревает другого в неверности и в гневе готов запросто лишить того жизни. Не зря же один из мудрецов сказал, ревность всегда ходит вместе с подозрением, ненавистью и гневом, а каждый из тройцы вооружен кинжалом, за ними следует раскаяние, которое, правда, бывает уже никому не нужно. Само собой, что уже и самоконтроль утрачивается у людей в таком состоянии. Вот. И, грубо говоря, они одно принимают за другое. Вот. Ну и, соответственно, происходят вот такие уже трагедии. Люди, когда приходят зачастую в себя, говорят, что, ё-моё, вот если бы я не выпил, да чего меня дёрнуло-то? И вроде как бы да, и оснований это не было. Ревнивый человек, зная свой недостаток, должен контролировать себя, призывая на помощь рассудок. И понимать, что подозрениями, упрёками, скандалами не удержишь любимого человека, а наоборот, отвратишь от себя. Конечно, полностью преодолеть ревность невозможно. Но необходимо воспитывать в себе ту степень самообладания, которая ни при каких обстоятельствах не позволит тебе унизить или поднять руку на любимого человека. Ведь любовь должна приносить радость, удовольствие, должна крылять и вдохновлять. А если семейная жизнь несёт боль, дискомфорт, страдания, да ещё рискуешь в любой момент получить, простите, лопатой по голове? И стоит ли играть друг с другом в столь опасные игры? Вы смотрели программу «Такая жизнь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова